Деньги на дожде Говорит о том, что на рынках все очень нестабильно Давайте, как обычно, пронесемся по всему миру И посмотрим, а что же происходит на биржах Ну, давайте посмотрим, что происходит с акциями Итак, все падает Абсолютно все рынки отправляются вниз Единственным исключением стала Европа Которая, смотрим, бодро начала день в плюсе вчерашний Но потом постепенно, постепенно стала снижаться И где-то снизилась до плюс 0,7% Почему это произошло? Почему сначала росли, а потом падали? Выяснилось, что кредитный рейтинг Испании опять понижен Ну, собственно, его понижают все, кому не лень Все рейтинговые агентства потихонечку уменьшают этот рейтинг И вот в этот раз агентство Мудис понизило суверенный кредитный рейтинг до А1 Ну, при этом, еще что интересно Прогноз у этого рейтинга негативный А значит, что называется, лучше уже не будет Кроме того, в Европе постепенно начинают люди сомневаться А удастся ли договориться по поводу этого несчастного стабилизационного фонда Бодаются две главные державы Германия и Франция Вроде бы Германия не хочет давать слишком много денег на то, чтобы спасти Грецию Поэтому Саркази приходится вылетать во Франкфурт Там убеждать немецких руководителей Но пока особенно успешно это не выглядит И именно поэтому Америка тоже упала Что случилось? Итак, смотрим на Доу-Джонс Доу-Джонс вроде бы немножечко попытался открыться в плюсе Но буквально сразу же ушел в минус И в итоге минус 0,7% падает Доу-Джонс Но здесь история не только с Германией и Европой Которая очень влияет сейчас на Штаты Ведь на самом деле в США не так все плохо Объемы потребления растут И в целом экономика, если не рвет вверх Ну, по крайней мере, серьезно не падает Вот они боятся посмотреть, а что же случится с Европой Потому что там какой-то бардак Но есть и другой момент Компания Apple продает слишком мало продукции Рассчитывали, что будет продано около 20 миллионов айфонов А оказалось, что около 17 Но это оказалось очень плохой новостью для рынка Ну и, соответственно, акции устремились вниз Ну и, наконец, то же самое случилось в Японии В Японии и Никей тоже на отрицательной территории И когда мы доехали в Россию Финам нам радостно сообщил Что полтора процента потеряла московская биржа Так, для начала, на старте Ну, сегодня много статистики Удастся ли отыграть, это вверх большой вопрос Но уже очевидно, что всякие интеграционные процессы в Европе не на высоте Так, может быть, самим что-то придумать? И придумали Очень быстро была согласована зона свободной торговли Пишет газета.ру Владимир Путин даже не ожидал, как он сказал Что так быстро удастся договориться со странами бывшего СНГ О том, как же все-таки торговать друг с другом И вот теперь 8 из 11 стран СНГ согласовали новый договор О зоне свободной торговли Пишет газета.ру Что это значит? Ну, что это значит для нас с вами, в первую очередь Будут отменены некоторые экспортные и импортные пошлины Что это значит? Что если мы хотим купить какой-то товар иностранного производства Причем именно из страны СНГ, которая входит в зону свободной торговли То теперь эти товары будут стоить дешевле Не надо будет платить за то, чтобы перевести их через границу Однако не все подписали этот договор Есть три страны, которые отказались Это Азербайджан, Узбекистан и Туркмения Но если с Узбекистаном и Туркменией все более-менее сложно Почему? Ну, они могли бы подписать Но дело в том, что экономика этих стран Она сосредоточена буквально вокруг одного-двух товаров Преимущественно газа Им проще договариваться с каждой страной по отдельности А не участвовать в каких-то зонах свободной торговли Теряя при этом потенциальную прибыль Но с Азербайджаном здесь другая причина Все дело в том, что так как Армения вступила в зону свободной торговли Ну, значит, если бы и Азербайджан туда вступил Это бы означало, что между ними нет никаких противоречий Что, к сожалению, не так Ну, вот договорились о зоне свободной торговли Однако есть один очень интересный момент Не по всем товарам договорились А что это означает? Это означает, что всего лишь такие не очень важные товары Как энергоносители и металлы В это соглашение не попали Ну, простите, это и есть основные статьи нашей экономики И вот по их поводу никаких соглашений нет Почему так происходит? Оказывается, это нормальная практика То есть, если не удается сразу договориться абсолютно по всем товарам Ну, давайте по менее важным А, например, по нефти и по металлам Давайте не будем пока договариваться Посмотрим, если это заработает на основных группах товаров То потихонечку перекинемся и туда Ну, уже понятно, что Либерализация торговли в СНГ происходит Это достаточно положительно будет влиять на экономику Кроме того, это не противоречит плану поступления в ВТО Ну, вот у государств так все хорошо, вот у каких-то конкретных компаний дела идут совершенно не фонтан Итак, Sky Express и авиалинии Кубани по сообщению Коммерсанта Начали объединять маршрутные сети И более того, они сократят количество регулярных рейсов на 60% Ну что ж, Sky Express, компания, которая была известна как, ну и сейчас известна как один из дискаунтеров Переживает не самые лучшие времена Поэтому у нее фактически остаются только рейсы в Сочи, Тель-Авив, Дубай, Ереван и Стамбул Ну, причины понятны, куда, собственно, еще летать, отдыхать зимой А вот, например, такие рейсы, как в Краснодар, Челябинск И даже, простите, в Питер В Питер, Калининград и Казань Вот эти вот рейсы будут отменены Ну, значит, зимой туда люди летают не особо много А на фоне плохих новостей надо что-то сокращать При этом известно, что к Sky Express были уже давно претензии Внукова просила вернуть долги Вроде бы эти долги урегулировали Но вот теперь приходят такие новости Однако есть момент, что, может быть, это даже не так уж и плохо Почему? Потому что теперь объединенная компания Кубани, Sky Express Откажутся от 11 самолетов Як-42 Ну, что, согласитесь, конечно же, позитивная новость И теперь примут самолеты Boeing 737 и Aerobus 320 Ну, согласитесь, что такое изменение авиапарка уж точно пойдет на пользу компании Ну, и в целом, конечно же, непонятно, будет ли эта долгая история существовать Действительно, есть претензии к компаниям Вроде бы они могли бы занять седьмое место в России по перевозкам Но теперь на фоне этих событий, конечно же, такого-такого уже прогресса добиться не получится С другой стороны, раз стало меньше рейсов, возможно, как отмечают эксперты, компания даже станет прибыльной В общем, достаточно противоречивная новость Но есть однозначно негативная новость еще у нас Итак, все было хорошо Но нашли, кого запретить В этот раз запретить думают пластиковые бутылки А конкретно не вот такие пластиковые бутылки А те пластиковые бутылки, в которых продают алкогольную продукцию Итак, таможенный союз по инициативе казахских чиновников, как пишут в ведомости, вышел с революционным предложением Производство и оборот алкогольной продукции в пластиковой потребительской упаковке На основе полиэтилена, полистирола и прочей гадости не допускается Гадость, это, конечно, неофициальная формулировка Естественно, это не понравилось производителям Ну, а кто здесь пострадал? В первую очередь пострадали те, кто производят пиво Оказывается, что 50% 50% пластиковой тары, продукции, которая продается в пластиковой таре, это пиво И, соответственно, здесь И наоборот, если посмотреть на количество пива, которое разливается в пластиковую тару То это тоже около 50% И получается, что в первую очередь страдает одна индустрия То есть мы как-то очень странно заботимся о здоровье С одной стороны, пластиковые бутылки вредны А на деле оказывается, что страдает только одна отрасль Пивные компании При этом надо сказать, что объем производства пива в России Это уже 1 миллиард долларов И, соответственно, эта индустрия Ну и ничего не останется, как повышать цены Просто упаковки становятся меньше, пиво пойдет дороже Ну понятно, какие волнения это может вызвать Ну и кто еще потеряет? Еще потеряют, собственно, производители упаковки Так как они потеряют выгодного клиента Ну, вроде бы говорят, что спрос от производителей без алкогольной продукции значительный И эту потерю удастся компенсировать Но, конечно же, понятно, что такой удар по рынку очень серьезно Ну и уже пишут письма о том, чтобы это не принимали Посмотрим, чем закончится Чем что ответит Шувалов, например, которому уже написали письмо с просьбой не принимать законопроект Ну вот такие инициативы чиновников Такие не очень хорошие экономические новости Посмотрим, что будет дальше С вами Михаил Хомич На дожде Пока-пока Деньги